Строй планы на текущий год, организаторы фестиваля Тракфест рассчитывали собрать любителей грузовой техники два раза — весной и осенью. Но помешал коронавирус. Первое мероприятие пришлось отменить. Зато с каким успехом прошло второе? Несмотря на ковидные ограничения, участников в этом году было даже больше. Он пытается показать, а что бы он хотел продемонстрировать, что бы он хотел показать другим водителям, просто обывателям, посетителям фестиваля и вообще выделиться на дороге. И хотя считается, что дальнобойщик — это сугубо мужская профессия, в числе участников Тракфеста, выставлявших свои рабочие машины, были и девушки. Екатерина Мурадова трудится на большегрузе уже два года. Второй год она приезжает на Тракфест. Григорий Тумаш, может, и не привлекает восторженные и удивленные взгляды коллег, зато окружающие активно интересуются его грузовиком. Машина стала рекордсменом Тракфеста 2020 по пробегу. На ее одометре больше 3 миллионов 300 тысяч километров. Впечатление о фестивале очень нравится, много интересных людей, машин очень много интересных. Видно, как люди относятся к своим автомобилям, они многие в аэрографии, многие просто хорошо ухожены, в хорошем состоянии. Ну, шикарно. Праздник устроили хороший. Насыщенная программа трехдневного фестиваля включала тест-драйвы, шоу грузовиков, всевозможные конкурсы и даже трюки. Но поскольку Тракфест несет не только развлекательный характер, организаторы провели и традиционную конференцию, в ходе которой представители отрасли обсудили проблемы в сфере грузовых перевозок. В следующем году мы планируем сделать разделение на грузовики, которые обычные, так называемые стоковые и тюнинговые. Поэтому будут две зоны. Зона тюнинга грузового автомобиля и зона просто грузовых автомобилей, которые рабочие лошадки. Кроме того, в следующем году фестиваль Тракфест пройдет не один и даже не два раза. Но прочих подробностей организаторы пока не раскрывают.